Сегодняшняя тема. В ходе регистрации зарубежной компании выставляют цены на препараты, которые завышены в 2-4 раза по сравнению с ценами, по которым эти компании продают свои лекарства на ведущих фармацевтических рынках. В частности, компания GlaxoSmithKline представила к регистрации препарат Zavirax с ценой завышенной вдвое. Это циничное зарабатывание денег на пациентах, которым жизненно необходимо принимать лекарства каждый день, на больных астмой, сахарным диабетом, сказал Марат Сакаев, директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств. К сожалению, социальная ответственность бизнеса, о которой так любят рассуждать некоторые зарубежные производители на различных конференциях, проводимых в России, пустые слова. Создается впечатление, что за счет российских потребителей компании стараются компенсировать те убытки, с которыми они столкнулись на ведущих фармацевтических рынках в связи с ужесточением мер по регулированию ценообразования на лекарственные препараты. По словам Марата Сакаева, вместо того, чтобы искусственно создавать ажиотаж вокруг отдельных товарных позиций, производителям лекарственных препаратов следовало бы заранее предоставлять документы, необходимые для государственной регистрации цены. Это безответственно, прежде всего, по отношению к потребителям лекарств. Но мы делаем все возможное, чтобы не допустить нехватки лекарств и не позволить компаниям выставлять завышенные цены, чтобы заработать сверхприбыли на здоровье россиян. Больные диабетом получают бесплатно лекарственные препараты по программе дополнительного лекарственного обеспечения. Все препараты закуплены в 2010 году. В обновленный перечень жизненно необходимых и важных средств ЖНВЛП вошел всего один препарат инсулина, апидра, цена на который была зарегистрирована 23 декабря 2010 года. Кроме того, 31 декабря 2010 года были зарегистрированы цены на препараты для лечения заболеваний органов дыхания, берадуала и лазалван. К концу дня, 20 января, будет зарегистрирована цена на препарат симбикорт. Минздрав соцразвития России обещает постоянно сообщать о ходе регистрации, публиковать зарегистрированные цены и распространять информацию об этом всем заинтересованным сторонам, потребителям, аптечным учреждениям, участникам рынка, включая и производителей. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.